Приветствую вас, и я бы вам хотел ответить так, что, как вы, наверное, сами догадаетесь, уже у вашего корного слуги, то есть у меня тоже есть определенный дефект речи. И, вы знаете, вот всегда были эти ощущения, что, может быть, не так поймут меня, может быть, не так, там, будут что-то думать про меня плохого и так далее. Но, во-первых, основная проблема заключается в том, что вы думаете, будто людям вы интересны, то есть вы думаете, что людей волнует то, как и что вы говорите. Основная проблема в том, что вы думаете, будто люди обращают внимание на то, как вы говорите. Ну, то есть, да, если вы, конечно, говорите совсем непонятно, то это бросается в глаза, но, как правило, как правило, если вы говорите понятно, то люди, они не будут на это обращать внимание. Вам это нужно понимать, потому что это принципиально и принципиально. Далее, если вдруг люди все-таки, например, обращают на это внимание, если все-таки люди будут обращать внимание на то, как вы говорите, на то, что вы, например, как вы подаете себя и так далее, вот, то если вы действительно это, если вы считаете для себя это актуальным, по-настоящему актуальным, то тогда вы просто-напросто очень много ориентируете вспомнение людей о себе. И в этом случае можно говорить одно, что у вас в семье были некоторые проблемы, при которых родители, ваши родители, не смогли вам донести, что вы, вне зависимости от того, как говорите, что делаете и так далее, самое лучшее, что вы уникальное и не повторимое, то есть у вас есть явный недостаток любви к себе, у вас есть явные проблемы с отношением к себе, и вот на эту тему как раз я полагаю, и люди, наверное, будут с вами разговаривать. Далее. Когда вы хотите что-то кому-то сказать, когда вы хотите чем-то с кем-то поделиться, здесь нужно все-таки понимать, что если вы и чем больше вы будете думать о том, как люди на вас там, например, не реагируют и так далее, что они будут о вас думать и так далее, если вы вот обращаете внимание на это, у вас никогда ничего не получится, потому что вы всегда будете анализировать то, как вы говорите. Но если вы будете сосредоточиваться на том, что вы говорите, если вы будете сосредоточиваться на том, что вам нужно сказать, что вам прямо важно сказать, то проблем у вас будет гораздо меньше. Чем больше вы обращаете внимание на то, что говорите, чем больше внимания вы уделяете тому, что вы говорите, а не тому, как вы говорите, тем больше у вас шансов нормально устраивать взаимоотношения между людьми. Вы можете заранее формировать мысли, которые вам нужно, например, ну, допустим, сказать. Вы можете заранее формировать те идеи, которые вам нужно будет донести до человека в процессе взаимодействия с ним. И самое главное, чего вы боитесь, когда вы звоните по телефону, чего вы боитесь. Вот конкретно и по факту, чего вы боитесь. Попробуйте ответить для себя на этот вопрос. Боитесь, что вас не поймут, но почему это ваши проблемы. Почему вы считаете, что это важная проблема, а не проблема других людей, особенно сейчас, когда вы уже говорите хорошо. Думайте о том, когда вы разговариваете, случилось ли то, чего вы боитесь. Случилось ли то, чего вы боитесь, или еще нет. Попробуйте спрашивайте у себя об этом. Произошло ли то, чего я так обоскался, или нет. И вот, исходя из этого, исходя из данных вопросов в себе постоянных, вы будете и действовать. И вас страх будет меньше. То есть, первое, это проработка отношения к себе, более ценностного отношения к себе. Коррекция и анализ ваших отношений с родителями, как они к вам относились и так далее. И второе, это более адекватное понимание того, что говорят другие люди. То есть, я имею в виду, что вы через чур много внимания уделяете этим людям, через чур много внимания обращаете на мнение других людей. И последнее, это когнитивная терапия, связанная с тем, что когда вы говорите, о чем вы думаете в этот момент, я не увидел, о чем вы думаете, когда говорите с людьми. И акцентирование внимания на том, что актуально для вас. Акцентирование внимания именно на том, что важно. Акцентирование внимания на том, что вы говорите, а не на том, как вы говорите. И проработка того, чего вы в конечном итоге боитесь. То есть, просто подумайте для себя, вот чего именно вы боитесь. Конкретно, что стоит завтра, и что будет, если это произойдет. Ну, допустим, кто-то вас не поймет, да, ну и что. Кто-то кого-то действительно может не понять. Ну, и вы немножечко подкорректируете свое поведение, и вы немножечко подкорректируете свою речь, и все, и все будет в порядке. То есть, не надо думать, что вы будете какой-то очень плохой и так далее. Скорее всего, люди этого даже никогда не заметят. Поэтому проговаривайте, перед тем, как вы их выходите по телефону, то, что нужно вам проговаривать. И все будет в порядке, я более чем уверен в этом случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, сшите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!